Росла нормальная, здоровая девушка. Ничего не болела никогда. Я вообще никогда в жизни не обращалась к врачу. Я не знала, что такое врачи, я не знала. Ну и тут надо было от боли обратиться к врачу. И врач меня сразу обследовал, сказал, что все нормально, ничего страшного нету, значит, все пройдет. Ну и прошло где-то месяц, месяц-полтора и боли увеличились, значит, в ноге. Получилось так, что я начала тянуть за собой чуть-чуть ногу и снова обратилась к врачу. К хирургу, хирург меня направил к нервопатологу. Ну и нервопатолог тут спонтанно, сразу, не взявши ни анализа, ничего, он сразу сказал, что у вас такой диагноз очень страшный. И он мне поставил первый диагноз – рассеянный энцефалонелит. Мне было 27 лет, 28-й год. И думаю, так молодая, все-таки жить хочется. Ребенок маленький на руках. Я начала просто кидаться, начала объезжать ко всем врачам, к профессорам и в Москве, и в Киеве, и в Болгарии. И даже была у нашей знаменитой, правда, уже сейчас ее нету, в Англии. Короче, можно сказать, я сподписала полностью весь, полмира. Буквально через год мне поставили рассеянный склероз и дали первую группу по жизни. Можно сказать, мне поставили на меня грец, потому что диагноз – это неизлечимый. Приходишь, ну приходишь, что пришел, тебя послушал. Не пришел, значит, не пришел, это твоя жизнь. Что хочешь, что делаешь. Я спряталась в Минскую нашу раду, в областную раду, то давали раз в год мне помощь. Это было раз в год, давали 100 рублей. Это с Минской рады или с областной. Если даст Минская рада, то уже не даст областная рада. Значит, одни из них, кто-то, что-то, да. И то они, когда пишут заявление, потом приходит комиссия, описывают, что у тебя дома есть, чем ты, что у тебя, ну, это, там телевизоры, там это вот. И они тогда рассматривают и думают, дать тебе или надать. В 30 лет случилось такое, что я прекратила ходить. Я прекратила ходить, меня отняли ноги, руки владели. Руками я могла владеть, но ноги отняли. У меня очень началась сильная депрессия. Я вообще была обижена на весь мир, на всех людей, на всех окружающих, потому что почему я, почему попалась. То есть именно для меня я ничего не делала, именно такого, почему именно наказали, и Бог наказал именно меня. 9 лет я вообще сидела дома. Я не видела ни улицы, я, ну, просто не то, что не видела, я боялась выйти. Я боялась, потому что как это так, я выйду на улицу, а еще севшими на владельскую коляску, некодячие как-то люди, мне говорят, что весь мир, все люди будут окружающие, все смотрят только на меня. Сын у меня, он меня сносил на руках, с четвертого этажа, на первый этаж, и то я говорила, что сыну, говорю, ты выходи, если на улице никого нету, и возле подъезда нету людей, значит, ты меня вынесешь. Если есть кто-то, значит, ты не будешь этого. Ну, и таким тайком, таким образом, так и желаю. Моя подруга пришла и говорит, что все-таки Вера, вот ты должна как-то бороться, ты должна успокоиться, жизнь продолжать, но не будешь ты все время сидеть, посвятить дому, все равно ты должна выйти в общество, ты должна двигать людей. Я хочу сказать, что люди, которые именно болеют с этим диагнозом, никогда не надо умывать, просто надо жить, просто надо жить и верить. Верить в Бога, что Бог может сделать чудеса. Для меня сделать чудо. Я 15, я не обращаюсь к врачам, я вообще не принимаю ни медикаментов, ни уколов, у меня еще не болит, абсолютно, у меня нету боли, у меня нету ничего. Это уже чудо, и не надо умывать, просто, просто жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова